Здравствуйте, друзья! Продолжаем с вами читать заметки по геостратегии Андрея Юрьевича Школьникова. И сегодня у нас сетевые принципы империи. Раздел «Геостратегия». Для сухопутных и морских империй характерно наличие сетевой компоненты, но проявляется она по-разному. В первом случае присутствует наднациональная идентичность, общая культурно-смысловая связанность для всего общества, начиная от элит и заканчивая простым населением. Это примеры Арамейская империя, Российская империя, СССР. Элиты присоединенных народов интегрируются в общеимперскую, а простое население получает культурную автономию в рамках территории исторического компактного проживания. Выезжая за пределы последних, они обязаны соблюдать имперские традиции и следовать культурному канону. Для морских империй сетевая составляющая проявляется в формировании горизонтальных общностей внутри условных сословий. Наиболее подвержена такой организации элита, даже самые влиятельные и авторитетные представители которой лишь первые среди равных. Горизонтальные связи строятся путем формирования устойчивых и институализированных общностей на базе родственных, семейных связей, институтских братств, совместных проектов, общей истории и т.д. Верхние слои общества пронизаны подобными связями, не только скрепляющими индивидов между собой, но и отделяющими их от расположившихся ниже. Для морских держав и империй характерно реально жесткое сословное деление с относительным равенством внутри сословий, но с минимальными шансами подняться выше. Для примера, в Британии социальное размежевание сословий настолько сильное, что ее периодически сравнивают с кастовой Индией. При этом нижние слои общества продолжают жить в парадигме сухопутных держав. Последнее позволяло выстраивать устойчивые колониальные империи в XVIII-XIX веках. Промежуточные, непривилегированные сословия, условный средний класс, с одной стороны, живут по принципам нижних, сохранивших образ мысли сухопутных народов. С другой, пытаются копировать элитное поведение, без понимания принципов и не имея фундамента долгосрочных родовых и среднесрочных семейных связей. В последнее десятилетие образовался целый пласт подражателей, это сотрудники транснациональных корпораций и прочие копировщики клубных форм. Наднациональные смыслы – это религия, идеология, морально-нравственные кодексы, что лежат в основе сухопутных империй и являются инструментом разрушения морских империй. Классическим историческим примером служит Португалия, которая, находясь в прелегированном положении, проиграла Голландии и Британии, так как пыталась не только контролировать потоки, грабить и зарабатывать, но и продолжала проповедовать свои смыслы, делая туземцев подобными себе. Последнее является важным отличием. Так британцы поощряли распространение христианства в Африке не из любви и заботы о местном населении, а для остановки распространения ислама на юг и улучшения управляемости в логике «разделяй и влавствуй». Примером последнего является Южный Судан, в который запускали каких угодно протестантских проповедников, не заботясь о результатах и не меняя отношения к населению после крещения. Сетевые державы и империи очень уязвимы к сетевым структурам, в основе которых лежат идеологические или религиозные смыслы, так как связанность и мотивация их членов злочительно сильнее экономических интересов, выгоды и верности узкой группы. В качестве примера кембриджская пятерка и другие агенты Коминтерна, СССР в Британии, а также проникновение иудейских семей в элиту англо-саксонского мира. Вторая уязвимость – это обретение простым населением наднациональной идентичности, разрушающей неофициальные сословия, и появление пассионарных лидеров в их среде. Пример – это регулярные национально-освободительные войны, что подавлялись крайне жестко. И да, криминальный мир можно рассматривать в качестве отдельного неофициального сословия, завязанного практически полностью на индивидуальные связи, в противовес элитам, где приоритет семейным и родовым.